И по факту у тебя появляется педаль газа и педаль тормоза в отношениях с этим человеком, еще и руль, и он будет ехать туда, куда ты скажешь. Вот я рассказываю и думаю, на кого это работает? Поставьте, пожалуйста, плюс, если на вас никак нельзя повлиять. Всем привет, это Радио НЛП, я Виктория Ионова, и сегодня мы с Александром Герасимовым, ведущим и продюсером Радио НЛП, с профессиональным переговорщиком, тренером НЛП, поговорим на тему подстройки и манипуляции. Александр, привет! Да, всем привет! У вас такая осознанная аудитория, многие уже прошли твои курсы и тренинги, НЛП-практика, НЛП-мастеры, знают точно, что такое подстройка, рапорт, ну и про манипуляции ты тоже много рассказываешь. Давай сейчас вот буквально немножко ведем людей в эту тему, а затем уже я тебе буду задавать вопрос, мы пообщаемся. Что такое подстройка и рапорт, если очень коротко? Ну, если вот буквально в двух словах, то это бессознательное доверие, то есть это тот момент, когда человек другого человека слышит, чувствует, понимает и другие какие-то слова, которые говорят о том, что у них есть контакт, так или иначе. Ну, сама как бы подстройка это некий процесс создания вот этого вот состояния доверия под названием рапорт, и когда мы подстраиваемся, мы как раз эти параметры свои согласуем с параметрами другого человека. И часто это может быть там сесть в похожую позу, допустим, там, говорить с той же самой скоростью, например, разделять какие-то общие ценности на словах или в реальности и упоминать об этом. И постепенно человек в присутствии вас или в результате общения с вами, скажем так, расслабится, ну, то есть начнет доверять. Позволять больше, допустим, там, и, скажем так, значимость вас в его жизни повысится немножко. Это вот именно в классическом понимании понятие рапорт. Как и тема огромная, на самом деле, очень много можно на эту тему прям там говорить и все это дело там объяснять, показывать. Со всеми там нюансами и прочими там моментами. Но ключевое, еще раз, самое простое для понимания, просто себе зафиксируйте где-то. Рапорт – это бессознательное доверие. Подстройка – это процесс создания этого бессознательного доверия. Рапорт без подстройки невозможен, верно? Рапорт без подстройки может случайно совпасть. Вот просто. Специальный человек ничего не делал, и вдруг ты выяснил, что, а я тоже, например, была там, знаю этого, например, там, допустим, там, земляка своего где-то встретила, он говорит, а я тоже там был. Он специально ничего не делал, он не подстраивался. Рапорт трассы возник. Ну, у вас есть вот какая-то схожесть. Да, вот эта схожесть, это как раз и это то, что помогает увеличить этот рапорт. Это состояние вот этого доверия. Синхронизация, да? Вот когда вы с человеком похожи, чем больше у вас тоже, тем как бы лучше. Да, это разные способы этого выстраивания. Можно как бы учитывать персональные именно настройки человека, потому что иногда возникает такая немного парадоксальная ситуация, когда ты вот абсолютно ищешь все вот сходства с этим человеком, а он, наоборот, больше напрягается. По принципу, как-то слишком подозрительно ты, вот прям такой правильный и хороший. Есть у некоторых людей вот эта вот такая настороженность к... Особенно по отношению к НЛП, тренерам, да? Ну, да, и постоянно видят... Как к тебе люди относятся? Они думают, что подстраиваешься? Да, это какое-то самое первое вообще даже незнакомство. Так вот взгляд в сторону НЛП, и как бы человеку начинает вдруг казаться, что им там хотят сманипулировать, забрать у него что-то, или там как-то повоздействовать, чтобы он взял там, переписал хотя бы квартиру. На этого человека, но... Значит, плохо подстраивается. Ну, нет, это как бы там, может быть, не подстройка даже в чистом виде, а наоборот у человека просто триггер стоит, который, как только начинает кто-то к нему хорошо, нормально относиться, он сразу начинает думать, что этот человек кому-то нужен. Такое бывает. Иногда, очень часто, это просто иллюзия. Ладно, было бы что у него убрать, и был бы смысл к нему подстраиваться. У него же ничего нет. Тут какая-то уже история такая интересная пошла. Ну, я так думаю, что раппорт, наша аудитория, она уже знает, что это такое. И в любом случае, да, там, НЛП практики, они могут об этом еще больше узнать. А теперь, что касается нашей второй заявленной темы, темы, которую мы будем совмещать с раппортом, это манипуляция. Что такое манипуляция, вот по твоему видению? Да, слово слишком такое, скажем, многоуровне смысловое. То есть, каждый плюс-минус как-то по-своему понимает, но если дойти до дефиниции, я бы, наверное, свою личную сказал, не цитируя Википедию, что манипуляция – это когда ты хочешь достичь какую-то цель, но не хочешь эту цель заявлять вслух. Например, говорить об этой цели человеку. И поэтому ты делаешь что-то, явно, неявно, чаще неявно, чтобы даже никто не догадался, что ты именно эту цель хочешь достичь с человеком, чтобы это произошло у вас. Например, ты бы хотела, чтобы коллега, друг что-то тебе сделал, или как-то отнесся, или чтобы ты что-то сделала, чтобы он сделал что-то для тебя, и ты, ну, как-то косвенно, не напрямую, например, там, через якоря, через, там, подстройку, через скрытые внушения, легкий гипноз транс, ты человека подталкиваешь к этой мысли. Самый простой такой пример, многим очевидный, это фильм «Фокус» с Уиллом Смитом. Кто не смотрел, посмотрите. Там есть этот эпизод, я не буду его подробно рассказывать, чтобы вы не потеряли удовольствие, как они помогали принять решение одному, по-моему, там, китайцу, японцу, китайцу, чтобы он, ну, там, поспорил. Азартный китаец, и они создали вокруг него такое пространство, в котором этот китаец что-то сделал. Не буду говорить, получилось у них или нет, но вот этот вот там момент, он, там, в первой трети, по-моему, даже фильма, посмотрите, фильм с Уиллом Смитом, по-моему, 13-го года, называется «Фокус». Я вспомнила, ну, ты, мастер, тоже, давай, без, как обычно, деталей, когда это было, с кем это было, но мы взяли девушку, и она говорит, вот, нравится молодой человек, и мы начали всем коллективом, да, думать, как создать такое окружение этому молодому человеку, чтобы он точно начал там с ней общаться, чтобы он точно обратил на неё внимание. Так интересно было вот посмотреть на это, что, оказывается, всё это можно продумать. Да, ещё один случай тоже про то, как там на тренинг приехала девушка со своей дочкой, дочка достаточно взрослая, там, 14-15 лет, самостоятельная, и вот мама была на тренинге, и так получилось, точнее, не получилось, одно из упражнений было манипулировать группой, а группа манипулирует другим человеком, и выбрали... А это всегда, ты любишь такие упражнения нам давать. Ну, надо же как-то, чтобы... И была такая задача, чтобы они внушили этой маме, чтобы она была вегетарианкой. А всё очень просто, все же на виду, все едят, ну, как бы, отель в Турции, все едят там вместе, ну, типа, это очень измеримый параметр, станет она вегетарианкой или нет. И они там на обеде, на ужине, там, косвенно, напрямую, всякие там внушения ей вкладывали, говорили про вред мяса, кто-то там сказал, я отказался, кто-то говорит... Ну, при этом они тоже ели мясо или... По-разному там. Кто-то... Они роли распределили, всё там, в общем, закрутились вихри тёмные над этой девушкой. В общем, там, всё-всё как-то там, и косвенно, и, в общем, по-всякому. И в итоге дней через 10 тренинга мама как ела мясо, так и ест. А дочка... А дочка стала вегетарианкой, говорит, мама, я вегетарианка. Ну, я не засчитал выполнение упражнений. Конечно, как-то в свои ворота пошёл. Мама, как это, защитилась, и от щита отскочила молния, и по касательной попала в эту дочку. В общем, тоже вот манипуляция. Поэтому нужны, ну, как бы, гарантировающие... Схемы, да, и стратегии. Да, инструменты, которые позволят это сделать. Во-первых, чтобы именно с этим человеком именно эту цель достичь. Во-вторых, чтобы на вас не было доказательств, что это вы. Потому что, если бы доказательства, ну, там, будут, то, как бы, противостоять очень легко. Ну, представь, ты узнала, что... Или начальник узнал, что... Ну, там, сотрудник хочет, чтобы ему, там, повысили зарплату или перевели на какую-то там должность. И дальше от сотрудника сложнее. Ну, как бы, вероятность будет 50 на 50 процентов. Но тут сразу скажу такую мысль. Она не всем, может быть, понравится, но её важно осознавать, что манипулирует именно слабый человек. Сильные люди не манипулируют. Манипуляция – это признак слабости. Это когда человек не может в открытую сказать, зайти с сильной позиции, декларировать свою цель. Например, он не уверен в результате, не уверен в том, что к нему как-то правильно отнесутся, как он хочет. И поэтому манипуляция – это оружие слабых людей. Ну, хитрость – это тоже не из силы, как мы догадываемся, да? Это трикстерство, манипулятивность – это всё, скорее, такие темы, скажем так, не за счёт импульса, не за счёт силы, сильной позиции. Ну, конечно, мы все понимаем, но манипулировать научиться хочется. Меньше от этого не станет. Да-да-да-да. Поэтому задам такой вопрос. Можно ли манипулировать с помощью рапорта, подстройки, отстройки в том числе? Потому что, когда ты сейчас говорил даже, что вот можно там и якорями манипулировать, и чем-то, в том числе и подстройкой. Как это делать? Есть ли какие-то, я опять же, как ты сказал, точные схемы? Ответ – да, можно. И тут как бы важно учитывать ещё то, что иногда само твоё хорошее отношение к человеку – это и есть уже ценность. Ну, то есть то, как ты к человеку расположена, например, там, доверяешь ему или там с ним, ты как-то по-особенному хорошо себя ведёшь без каких-то целей просто, в принципе. Это уже, ну, само по себе, может быть и ресурсом. Ну, то, что ты своей адекватностью или своей там силой, харизмой, интересной, снастью как раз являешься уже доступом к каким-то состояниям, которые начинает чувствовать человек, когда ты рядом. И если это есть, то смысл в этом, конечно же, есть. В смысле, можно уже за счёт подстройки давать этот контраст или просто давать доступ к состоянию. Я думаю, у многих слушателей, которые особенно знают НЛП, уже возникали такие ситуации, что вот с ним просто интересно и хорошо. Ещё никто ничего не делает, вот, а с вами уже хорошо. Потому что вы адекватный, интересный, харизматичный, весёлый, лёгкий. Как-то можете, ну, там, создать вокруг себя пространство комфорта. И просто нахождение с вами – это само уже по себе ценность. И вот если это есть, или ты это создала каким-то образом, то можно уже манипулировать рапортом. Не то, чтобы продавая доступ к себе за какие-то ресурсы другие, например, там, ну, например, вот, приезжайте в Турцию на тренинг, у вас будет доступ, общение, там, ещё что-то в этом роде. Ну, и в том числе просто, ну, как бы, бесцельно, это целью будет являться процесс нахождения с тобой, рядом с тобой. И тогда, да, можно там, я его не игнорирую, я его дозирую. Например, говорить и, ладно, допустим, такой платный друг, такая форма взаимодействия. Как иногда, кстати, возникает с некоторыми психотерапевтами, я замечал, что с этим человеком общаешься, и вот просто нахождение в его поле настолько он эмотивный, что как будто вот внутренние раны прям излечиваются. Я слышала мнение многих о твоих тренингах. Ну, я сама могу сказать то, что вот когда находишься у тебя на тренинге, ты ощущаешь вот перманентное такое состояние спокойствия. Как будто вот, как моя подруга сказала, которая была у тебя, она такая как под куполом, под каким-то заботой, спокойствием, и какого-то мира другого не существует, вот здесь вот все сейчас находится, и потом как-то вот опять, я вышла из купола, тревогу начала чувствовать. Вот это тоже как-то... Случайно просто повезло. Чисто случайно, да, но это прокачивается ведь все, да, то есть доступ к существенному состоянию, верно? Да, это про вербовку, это совершенно другой уровень, я даже назову это вербовки, когда у тебя есть доступ к существенным состояниям, и случается именно этот матч, ну как-то в соцсетях знакомств, матч. Слушай, я в этой соцсети не нахожусь, я тоже, и я даже не знаю, что... Слышу цитатами, слышу. И я тоже, поверь. Случается вот это вот типа соединение, как со звуками чпок, тогда, когда... Даже так надо зайти посмотреть. Ну, вместо матч говорит чпок. Ладно. Случается вот это вот соединение, когда ты более прокачанная в этом состоянии, у тебя есть доступ к этому состоянию. У тебя лично именно с этим состоянием. И у человека, у которого нет этого состояния, получается, что это вот как будто ты сытый, а он голодный, например, там, или у тебя все хорошо, у него не очень. Ему просто хочется на уровне состояния или именно доступа к олимпической системе, побыть рядом с тобой, подпитаться этим. Потому что у тебя есть доступ, у тебя есть ресурс, значит, ты можешь поделиться им, да? Ну, или можешь, или там делишься уже. Или ты сам являешься уже этим. Ты из этого там говоришь, принимаешь там решения, живешь. Это уже само нахождение рядом, это уже сама по себе там ценность. Это тоже можно. Но это прям совсем другой уровень, это вот прям где-то с мастерского. Когда у тебя уже доступ, когда будет достаточно высокий уровень прокачки личной, ты уже можешь через, скажем так, подключать других людей, как бы это абстрактно не прозвучало. А так, да, ну, кто-то как купол воспринимает, кто-то как поток, кто-то как харизма, которая из ушей вытекает, как говорил Сальвадор Дали. Поэтому тут вот так. Ну, то есть это уже про такой уровень, очень глубокий аэропорта, когда просто нахождение с человеком доставляет большое какое-то удовольствие. И давай сейчас, ну, просто на примере отношений там или... Ну, если это про пример отношений, то это будет как раз ролевые отношения, когда один занимает позицию более какую-то, более самодостаточную. Более спокойно, а другой... А другой вот пришел полечиться здесь. Не обязательно это личные отношения, да, это просто дружеские, деловые, например. И так секты создают, когда есть какой-то лидер секты, вокруг которого собираются адепты, которые вот питаются этим. А сущностное состояние, оно по сути бесконечное, ну, бесконечный источник. То есть продолжительность его, это продолжительность жизни этого человека, например. И это почти постоянная очень история. Но когда человек достигает этого состояния самостоятельно, то он уже может автономно быть и не нуждается уже. Произошла не развербовка, а просто, ну, как бы, человек... Типа, кто-то продолжает ездить на мастерские в третий, в четвертый, в пятый раз. На кого это ты намекаешь? А кто-то... Кто-то не понял, и поэтому и не приехал. А кто-то, типа, ну, на этом этапе моей жизни мне хватит. Не-не-не, мастерских много не бывает. Поэтому не знаешь. Насколько тебе там не было доступа, к сущностям, надо продолжать приезжать. Мое мнение такое. Ну, держать себя в тонусе, практиковаться. Да, да, да. Окей. А давай дальше, давай еще какие-нибудь схемы. Как можно манипулировать с помощью рапорта, подстройки? Ну, если не брать какие-то, опять же, высокие вот эти вот уровни или там сложные какие-то схемы, хорошей, простой и при этом действенной модель является 3.1.1, так называемая. Когда мы сначала подстраиваемся, создаем комфортное пространство, потом отстраиваемся и возвращаемся обратно, и человек уже ценит отношения гораздо выше. Ну, хотя бы просто по простой логике того, что люди ценят только то, что боятся потерять. И вот это вот ощущение потенциальной утраты можно создавать. Ну, например, там, уходя с радаров, не то чтобы не поднимая трубку, просто показывая свою занятость, допустим, ограниченность доступа к тебе, и у человека просто возникает вот это вот такое ощущение. Вот было же хорошо, сейчас не хватает, что-то со мной не так. Это часто используют эти бедные несчастные пикаперы, например, там. Абьюзеры. Много кто из, кто увлекается психологическим насилием, да. И они как раз дают вот это вот, даже называется, по-моему, там техника горячо-холодно или там ближе-дальше, другим, там, прочим, метафоры. Ну, типа, то подстройка, то подстройка, то подстройка, то да, да, да. И на людей с эмоциональной несамодостаточностью это сильно действует. Вот, типа, там, люди, которые часто находятся в ролевых отношениях, где это признак зрелости. Самодостаточность – это признак зрелости. Если человеку важно, чтобы рядом с ним были только хорошие эмоции, или там не было плохих, эмоциональная детскость, то, конечно, он будет вот зависим от людей, у которых вот будешь себя хорошо вести, будешь рядом со мной, не будешь, я буду на тебя злиться, например, там. Ну, типичное отношение – ребенок взрослый. А когда у человека все в порядке с эмоциями, то ему не нужен никто другой, чтобы испытывать любые эмоции. И тогда его на эти эмоции не подсадишь. Вот. Поэтому этот инструмент, он работает больше на, вот, мирянах. Очень хорошо работает. Ну, понятно. То есть, 3, 2, 1. 3, 1, 1. Ой, 3, 1, господи, да. 3, 1, 1. Более извращенная версия 3, 2, 1. Еще более извращенная 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, например, там. Подожди. То есть, ну, давай так, на примерах. 3 – это имеется в виду, что мы в большей степени подстраиваемся. Ну, например, 3 дня, грубо говоря. Три ситуации, 3 фразы, 3 чего-то. Три поглаживания, например, там. Затем одна отстройка. Особенно это начинает быть заметно на контрасте. Когда у тебя было хорошее настроение, вдруг плохое. И ты не объясняешь, например, там, что произошло. Биполярочка, да. У человека начинается естественно, у любого нормального, ну, там, условно нормального. Типа, что случилось, да? Женская реакция чаще. Ничего. Ну, там, ой, все. Или, там, просто поджимаешь губы. Все нормально. И уходишь. И человек не самодостаточный, эмоционально начинает думать, что дело в нем, естественно. Особенно, если было что-то. Ну, были какие-то, например, коммуникация была, встреча, общение, свидание, например. То у человека оказывается такая, ну, что-то со мной, что-то я сделал. И дальше он уходит в чувство вины. Привет, треугольник Арклана. И вот это чувство вины начинает... Особенно, если не давать ему обратную связь с шизофреногенными, опять же, связками, то человек будет перевспоминать все то, что он там сказал, сделал. Обесценивать себя, да? Наверное, эта фраза ее... Вот, наверное, я сказал, пошутил про вот это, и поэтому она такая стала. Или я ей, блин, наверное, не вспомнил, что там, какой-то день, или я не заметил ее. Это приведет к, скажем, усилению чувств или еще чему-то. Цель манипуляции, чаще всего, женской, да, в отношениях, это чтобы он больше любил, но это не проективно, это, конечно. Вот, но чаще всего спрашивают, ведь и этого хотят. К чему это приведет? Не к распаду ли отношений, или все-таки вот какая-то перчинка будет, да, остринка? Ну, давай, не то, что не могу тебе сказать точно, потому что, еще раз, если взрослые отношения, то это не требуется. Все говорят открыто, что хотят. Если человек боится потерять, ну, другого человека, вот, он должен создать свою ценность. И угроза потери этой ценности. А, вот для чего. И когда создается вот эта вот ценность этого человека, то есть мы вкладываемся какое-то время в человека, и будем для него, там, например, полезны, интересны, там, допустим, или еще что-то. Часто люди, которые особенно не самодостаточны, расслабляются в этот момент. Ну, типа, вот она всегда рядом, или он всегда дарит цветы, или она, там, мною, там, как-то восхищается, или еще что-то. И часто такое тоже, я думаю, ты знаешь, человек расслабляется в отношениях. И в этот момент, ну, как бы, самое время, как бы, намекнуть на то, что не все вечно под луной. Что-то может произойти. А вот уже и происходит, кстати. Говорим, мы как бы уходим, исчезаем, прерываем, напрягаем. И человек такой раз, и снова в тонус приходит. Часто мотивация на этом и строится. Ближе, дальше, опять же, да. Кнут, пряник, там, и прочее, вот эти все. И вот это вот показывание, что может быть и по-другому, в разной степени интенсивности, это вот как раз такой способ. Богинская, по-моему, Анна Богинская, у нее фильм, книга и фильм «Жить жизнь». Там, я не знаю, там, я эпизодами, какими-то моментами посмотрел, и там вот это суперклассический, стандартный, пикаперский вот этот вот там прием. Не знаю, на кого он еще действует. Ну, думаю, там лет до 25, это активный, можно использовать, когда у человека нет психологической зрелости вот этого. И тогда он, или она там ведется. У меня это же сейчас слово было в голове. Будь вестись, наверное. Да, что вот он, типа, а если я, то он. Или вот если меня не будет, если он так, вот он хороший, потом стал такой, ну, не плохой, а такой холодный, как Айсберг в океане. Опять сейчас мои мысли, Господи. На рапорте называется. Да, и вот все, человек становится от этого зависим. Потому что многим нужны эмоциональные качели, потому что именно тогда они чувствуют, что живут. Хотя есть другие примеры и критерии того, что жить можно и без этого. Ну, вот мы сделали один, а потом еще один. Это что? Заново отстройка. Да, снова. Или как ни в чем не бывало, или снова появляемся, или снова говорим. Типа, ты не переживай, или я там загналась, например, там, или еще что-то. Ну, или если человек, например, извинился за что-то, допустим, там. Как дрессировка, как будто бы, знаешь? Да, так и есть. Типа, он извинился, окей, все, значит, мы уже опять подстраиваемся. Да, даже если он не виноват, например, там, и он извинился за то, что он как-то себя так повел, что ты даже накосячила, прости меня, за то, что ты накосячила, например, там, парадоксально. Но человек получает, типа, такой, все, он прогнулся, он встал, ну, типа, будет теперь в следующий раз поступать так, как я сказал. И постепенно вот это вот становится очень такая управляемая история. И по факту у тебя появляется педаль газа и педаль тормоза. В отношениях с этим человеком еще и руль. И он будет ехать туда, куда ты скажешь, например, через, например, твое благосклонное отношение или, наоборот, там, когда ты хмуришь брови, допустим. Вот я рассказываю и думаю, на кого это работает. Поставьте, пожалуйста, плюс, если на вас никак нельзя повлиять, если вы вообще, с вами, вами бесполезно манипулировать. Плюс-минус. А ты сказал, что еще есть более жесткие такие вещи, как там, 3, 2, 2. Не, не, это я уже шутил. А, это, я думал, мало ли что еще. То есть, это такая основная схема. Есть ли еще что-то, что касается аэропорта, подстройки, как мы можем манипулировать здесь? То есть, как я поняла, да, вот из первого, первой части твоего рассказа, мы, если уж совсем все простым языком, таким популярным, должны прокачивать себя, свои состояния, доступ к приятным состояниям, да, то есть, стать самодостаточной личностью. Это, как я тоже говорю там про подстройку, говорю, вы должны физически себя хорошо чувствовать, даже физически, не только ментально. Потому что человек на аэропорте, он в том числе может и какую-то физическую боль ощутить, да, если она, и зажимы какие-то, еще что-то, все может передаваться. Здесь тоже самое на ментальном уровне. По-другому расскажу, сразу хочу просто прервать, что вот это важный момент такой, что если ты отстраиваешься, например, от человека, и он чувствует физическую боль, то часто он может сказать, ну, или там поразбираться, то можно найти там травму отвержения, так называемое. Вот, это часто. Это импринт какой-то, например, когда ребенок, например, там родители его там не любили, не хотели, или еще что-то в этом роде, или он оказывался в ситуации, когда его оставляли одного, и он ничего не мог с этим поделать, не было эмоциональной близости, то любые вот эти вот уходы из отношений, ну, например, там будет ощущаться как физическая боль, но это физическая не боль момента, а эмоциональная как следствие того импринта. По-моему, у этого даже есть там диагноз, называется биполярное расстройство личности, когда человек, если с ним рядом кто-то, то он сейчас, если кого-то рядом с ним нет, то он какого-то вот этого конкретного человека. Это одна из разновидностей биполярки, она на самом деле может там по-разному. Да, их там 8 штук, ну, тут как бы речь именно про то, что это не физическая боль, как физическая, то есть там нет травмы. Ну, ощущается как будто аж физическая. Ну, ощущается как физическая. Из-за депрессии, из-за гормонов, из-за всего. Да, если там пойти дальше, то, конечно, человек может себя там, например, начать ранить даже. Неосознанно, да. Наносить себе там harm, self-harm, по-моему, называется, или еще что-то просто чисто для того, чтобы вот там как-то вот на тебе, проклятый. Ну, ты имеешь в виду неосознанно, да? Осознанно, неосознанно. Ну, кто-то там, не знаю, начинает курить, пить, вредить себе, там, заедать, еще что-то от этого там начинается вообще все плохо постепенно там. Зарушение идет на всех уровнях, да, да, да. Да, это вот травма отвержения у человека была там, типа папа, мама там в детстве забили. Недолюбили ты имеешь в виду вот это травма отвержения? Ну, лучше в Википедии там точнее прочитать. И человек, когда ты отстраиваешься, он начинает это испытывать. И типа такой, кого-то мама, например, там, не знаю, забыла в детском садике, я думаю, тогда это вообще стандартная ситуация. Кто-то из этого прям все, импринтище, никому не нужен. А кто-то такой, типа, ну, забыли и забыли. Реально, было чем там заняться и без меня, например. Ну, или просто забыли, как забыли, потому что мама думала, что папа, папа подумала, что мама там. Все подумали, что бабушка с дедушкой в итоге воспитательница там домой отвела. Например, для кого-то это просто супертрагедия. Ну, вот. Поэтому тут, может, мы отстройкой вышли на импринт. Поэтому так. Не потому, что там вот все, человек без нас заблудится. Вообще не так. Это вот типичная тоже такая жертва-спасатель ситуация. Если спасателей рядом нет, у жертвы вообще все в порядке. И там, не знаю, и в аэропорту не заблудится там, и там купит все, что надо, и доедет куда надо. Как только где-то спасатель все сразу на спинку ложится, ручки поднимает кверху. Спасай, спасите меня семеро. Вот. Поэтому я думаю, это все эти странные игры ролевых импринтов. Чтобы с человеком, если не сделать этот один, то есть. Какой? Первый или второй? Второй. Сейчас объясню. То есть мы подстраиваемся, подстраиваемся. Еще все прекрасно. Там любовь, морковь, да, или еще что-то. Потом отстройка, резкая отстройка. Да. И все. И нет. То есть что будет вот с этой жертвой, да, которой физически больно, которая вышла на импринт? Она будет всеми силами, получается, добиваться своего прежнего состояния. Да. Либо через какие-то увеселительные напитки, например, да, или еще что-то там забыться. А либо же будет хотеть вернуть вот это вот состояние, то есть человека. По сути, ты задала такой вопрос. Если у человека толк не закрылся, что с ним дальше будет? Ну и дальше пошли варианты. Ну толк не закрылся. Ну да, да. Ситуация разрядки не было. И дальше человек либо... Закрывает через кого-то, понятно. Да, либо продолжает находиться в этом состоянии. Я сам не проводил эксперимент, читал в интернете. Ну доверять в принципе можно, хотя мне кажется странным эксперимент. Про то, как лабиринт, ну и там лежит кусочек сыра. И мышка очень быстро крыска там находит этот сыр. Потом в этом же лабиринте кладут сыр еще раз, опять запускают, ну там раза три. И мышка очень быстро по одному и тому же пути просто мчит к этому кусочку сыра. Потом сыр перестают класть. Ну запускают мышку. Она опять бежит туда, сыра нет. Ну типа там совсем немного раз надо, чтобы мышка перестала туда ходить. Все. У людей не так. По-моему, даже с людьми там проводили эксперимент. Ну я догадываюсь, что это скорее всего фейк. Ну типа клали там 10 долларов, например. И люди туда ходили, ну там три раза положили. Все остальные разы не кладут, а они туда все. И ходят, и ходят, и ходят, и ходят. И заходит она на страницу бывшего. Я так сейчас вспомнила про Рилу. Вспомнишь там, Вася, ну верните мне Васю. Там таролог общается, говорит, да у тебя принц будет, Вася, хочу Вася. Ну то типа того. Да, да, да. Саша. Все, он будет ходить в этот лабиринт, зная, что там. Не то чтобы зная, что там. Не перепадет ничего. Зная, что там нет, но надеясь. Да, да. И вот это проблема прежде всего. Если тут вопрос, как, что с этим делать, скорее, а не просто типа, что это происходит. Тоук у любого тоута, скажем, который Вы выбрали и осознали как тоута, должны быть условия выхода из этого тоута. Ну то есть, я скажу, может быть, не очень приятную физиологическую метафору, точнее, намекну на неприятную физиологическую. Не надо всю тарелку съедать, если тебе блюдо не нравится сразу. А многие вот прям обмазываются и чавкают в надежде, что что-то поменяется. У тебя всегда должны быть критерии выхода из любого, там, не знаю, всего. Не важно, отношений. Это самый простой там сериал. Вот кто-то будет смотреть до конца, давиться просто и есть этот сериал. А кто-то попробуй что-нибудь там фальшивое чуть сыграй. Человек сразу так, все. И тот закрылся автоматически при этом. Нет такого ощущения, блин, что-то я как-то не доделала. Ну, важные компетенции, мы практики, естественно, опять же проходим. Умение закрывать тоут в любой момент. Не надеяться, что кривая выведет, или там он все поймет и справится. Или там, вот, ну когда-то же он, 10 лет назад, он же, папа же вернулся, меня забрал из детского садика. То есть, мы уже в начале отношений должны примерно понимать, не только отношений вообще, а в целом любых дел, тоутов, понимать, как мы будем выходить из него. Нужны ли какие-то точные себе критерии говорить, например, временные или сценические. То есть, должно произойти то-то и что-то, из чего мы потом должны точно выйти. Ну, тут, наверное, от ситуации будет зависеть, да, что будет критерием. Но ключевое все равно это сенсорный должен быть критерий. Тут важный тоже момент личный, лично трагичный почти для каждого, кто не может выйти. Это ситуация, вот, того, что вы берете, разворачиваетесь и уходите. Что, вот, в любой стратегии принятия решения должно быть вот этот подпункт, что если принципиально ничего не поменялось, то решение не меняется. Ну, вот, например, ну, там, в случае, если он до, там, не знаю, там, 10-го числа, до конца месяца, например, там, не, условно, не напишет, то я удаляю его, там, черный список, ну, допустим. И идут к психологу, вот, да, вот, и она привязана. И если до вот этого момента ничего не поменялось, то важно взять на себя ответственность, смелость, готовность, там, не знаю, как-то поменяться, поменять свою жизнь и все-таки это сделать. Понятно, звучит легко, но я думаю, там, вокруг вас, таких, как вы, всегда очень много людей, помогающих профессии, которые с удовольствием за 5 тысяч готовы вам помочь. Вообще, в целом, про договор с самим собой. Ну, есть люди, которым надо, чтобы был кто-то, кто его вытащит из этого. Ну, или психотерапевт, или там, ЛП-практика, ЛП-мастер. Да. Если сами не хотите, не можете. Вытаскиваться, да. Да, если у вас там бессознательных вторичных выгод, вы там продолжаете своему папе, который вообще даже и не в курсе был, что-то доказывать. Да, потому что он нанес какую-то травму, что-то там доказывать. А вообще, вот так, как ты считаешь, вот почему-то все психологи говорят, да, что чаще всего у женщин проблемы в отношении только из того, что у них были проблемы в отношениях там с отцом. Почему не говорят, что у мужчин то же самое, ну, там, например, из того, что у него были проблемы, проблемные отношения с матерями. Почему-то об этом как-то, знаешь, как будто бы этого не существует. Вообще, веришь ли ты в эту теорию? Да, ну, я как бы слишком много с людьми работаю, это слишком индивидуальная там история, какие-то паттерны. Ну, чаще всего да. Может быть, ты замечала, что я говорю, мужчины или женщины всегда в ироничном контексте. Да, да. Что это скорее как некие триггеры повеселить скорее себя, чем, скажем так, поставить диагноз всем. Мы слишком находимся, ну, как бы в отношениях с слишком разными там людьми, чтобы сразу ярлык вешать. Ты мужчина, поэтому у тебя проблемы с мамой. Вот, пожалуйста, комплекс там Эдипов, там Электро, там, или еще чей-то. Чем больше ты знаешь вот этих психологических теорий, тем ты больше их видишь вокруг себя. Со всеми драматизирующими там эмоциями, которые были у преподавателей этой теории. По факту, ну, как бы, есть какой-то очень условно-безоценочный уровень восприятия происходящего всего, что тебя это никаких эмоций там и не вызывает. Да, есть признаки, да, есть, как бы сказать, там, критерии входа, условия выхода. Да, вот есть конкретное решение, возьми и сделай по принципу. Там вот этот вот ролик тоже смотрела, там кто-то приходит, у него гвоздь во лбу торчит, что-то такое. Тоже подумала об этом сейчас, нет? Почти да. Ну, просто высуни и все. Ну, или там, just tap it. Просто прекрати это делать и все. Люди вокруг своего «я» очень много пытаются надуть какой-то важности, что это у вас такой проходной случай, а вот у меня уникальный случай, что это вот, ну и так далее. То есть вот это вот проблемы с эго, проблемы с как бы раздутые на ровном месте и часто дулито в это пламя на эти угли сами психологи, которые хотят жить как стоматологи. Поэтому, ну, как бы им нужно уметь находить проблему у других людей. И многие из них реально не заинтересованы, чтобы человек, ну, скажем, решал свои вопросы и двигался дальше счастливый. И если, ну, последнее трезвое, адекватное отношение к людям я встречал на курсе НЛП-практик, который просто буквально говорит, все, излечился, все, иди отсюда, все, сам дальше. Все, у тебя есть все инструменты, чтобы это решать. Тебе не надо это. Ну, в смысле, там, вот тебе техника изменения личностной истории, вот тебе техника, там, ХСР, иди, не греши, все. Все, некоторые прям настроены на то, чтобы наша музыка была вечной, пока у тебя не кончатся деньги. Это как якорь такой, да, вот у тебя есть травма отверженного. Я часто слышу реально такие вещи. Так придумывают диагнозы на ровном месте. У меня уже травма отверженного, реально у меня знакомые говорят. Я говорю, слушай, а с чего ты взял? Ну, мне там психолог сказал. И все, и теперь вот мне надо вот тут вот это сделать, потому что у меня это травма. Ну, да, как внушение такое прозвучало. Вообще, если мы сейчас уже заговорили про тему тоутов, надо же уметь открывать тоуты. И для манипуляций дальнейшей уметь их не закрывать. Это как и про продажи, и про отношения, про все на свете. Но это уже совсем другая история. Да, как заинтриговать, мы расскажем в следующем подкасте. Да. Все, Александр, спасибо большое, было очень интересно. Спасибо, Виктория. Всем пока. Пока-пока.